Американские специалисты по оценке системы противовоздушной обороны на прошлой неделе работали в воздушных силах Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Сейчас переходим к наполнению содержанием рамочного соглашения с США, есть динамика по разным направлениям. В частности, на прошлой неделе специалисты по оценке системы ПВО США работали в воздушных силах ВСУ. Идея такой миссии была сформулирована моими коллегами несколько месяцев назад, но во время упомянутого визита удалось ускорить ее отправку. Напомним, что предоставление помощи Украине в развитии ее противовоздушного и противоракетного потенциала обсуждалось в Министерстве обороны во время визита в Украину американских сенаторов в сентябре этого года. Тогда сообщалось, что американским парламентариям были предоставлены обоснованные предложения по наиболее насущным потребностям Украины в усилении возможностей для сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, в том числе усиления ПВО. Также напомним, в прошлом месяце заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко на проходившем в Канаде форуме по безопасности заявил, что вблизи украинских границ началось патрулирование российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22. И Украина обеспокоена возможным ракетным ударом по критической инфраструктуре страны, вследствие чего произошли консультации с американскими коллегами по вопросу ускорения процесса передачи или продажи Украине средств противовоздушной и противоракетной обороны. Ребята, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости от нашего канала. Всем мира и добра.